Всем привет! Сравнение смартфонов Samsung Galaxy A25 против Samsung Galaxy A34 это версии 8.256. Со стоимостью наличия можете ознакомиться в описании к этому видео. Вот, по стоимости они примерно сейчас находятся в одной ценовой категории, то есть там разница небольшая, чуточку дешевле будет Galaxy A25, если вот смотреть прям по супер актуальным ценам. Вот, но примерно они в одной ценовой категории, там разница буквально в несколько процентов. Вот, и давайте на них посмотрим, как они выглядят. То есть это темные версии данных устройств, темно-синий Galaxy A25, черного его классического нет в продаже, и черный Galaxy A34. Вот так вот они будут выглядеть. Очень похожи по размещению всех элементов на задней части. Ну, отличается немножко текстура, картинка, которая сзади. Тут кнопки включения, кнопки громкости. У Galaxy A34 сканер пальца в экране, а тут просто кнопка. А у Galaxy A25 это и кнопка, и сканер отпечатка пальцев. Так, есть порт для наушников у Galaxy A25. У Galaxy A34 порта для наушников нет. Так, хорошо. Вырез капелька и там, и там. Ну, сейчас я их включу. Так, этот я забыл выключить. Выключение. Сейчас их запустим одновременно. Посмотрим, кто быстрее запустит систему. Слоты на 2 наносим карточки и микросд карточку. Так. Хоть в принципе, тут такой объем встроенной памяти 256 гигигабайт. В принципе, большинству, абсолютному большинству пользователей на данный момент этого будет достаточно. Даже если вы переходите с Samsung на Samsung. Да, и у вас уже есть какая-то информация. Более широкие рамки на Galaxy A25. Вот прям огромный подбородок. Вот сейчас его видно. Тут не так. Да, тут более тонкие рамки на Galaxy A34. Так, 34-ка загружается раньше. Galaxy A25 чуть-чуть его нагоняет. Чуть больше диагональ экрана у Galaxy A34. Тут 6,6 дюйма, тут 6,5 дюйма. Так, перейдем в настройки. Так, One UI у нас 6,0 там и там Android 14, NOX 3.10. То есть по операционной системе на данный момент у смартфончики вообще не отличаются. Вот, давайте посмотрим, что у нас по бенчмаркам по железу. У Galaxy A25 процессор используется Exynos 1280. Тут Mediatek 1080. Так, и видеоускорители Mali-G68. Тут тоже Mali-G68. Так, смотрим результаты тестов. А34-ка выигрывает. Видеоускоритель примерно то же самое. То есть процессор мощнее на А34. Смотрим Antutu бенчмарк. Ну вот тут тоже по Antutu бенчмарку Galaxy A34 лучше. Так, закрываем. Запустим PUBG Mobile одновременно. Быстрее на А34 загружается PUBG Mobile. Так, настройки, настройки, графика, звук. Вот и видим PUBG Mobile будет лучше работать на Galaxy A34. Вот, в принципе, да, учитывая, что эти устройства стоят на данный момент одинаково, на 8 256 версий, то я особого, на самом деле, смысла покупать Galaxy A25 не вижу. Так, что у нас тут? Ну, тут разницы нет. Full HD 60 кадров мы можем записывать. Такие вот режимы камеры, то есть по камере не отличаются вообще. Ну, тут вот 48 мегапикселей, тут 50 мегапикселей режим, ну, как бы все равно вообще. Вот. Ну, вот, в целом, это чуть-чуть дешевле Galaxy A34. Мне он больше нравится, у него более тонкие рамки. Чуть больше диагональ дисплея, при том, что они по габаритам не отличаются. Вот. Поэтому, как бы, если есть вариант между новым Galaxy A34 и Galaxy A25, не вижу смысла покупать Galaxy A25. На этом все. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok